История в лицах Мария Спиридонова, наш персонаж, 24 февраля 1919 года, то есть 100 лет назад, московским рефтрибуналом, она была ввиду болезненно-истерического состояния, приговорена к изолированию от политической и общественной жизни на один год. И вот с этого изолирования от общественной и политической жизни на один год началась вторая уже советская каторжная эпопея этой знаменитой потрясающей женщины. Мария Александровна Спиридонова, женщина удивительной и драматической, трагической судьбы. Родилась она в 1884 году в небогатой дворянской семье в Тамбовской губернии, гимназистка. Вступила, как многие барышни тогда поступали, в том числе из хороших семей, уходили в революцию или в террор по тому-то времени. Вступила в партию СССР, наиболее тогда активную оппозиционную партию. Активно участвовала в революции 1905 года. А в 1906 году, выполняя решение Тамбовской организации СССР, смертельно ранила в городе Борисоглебский, Черносотенца, Лужиновского. Мы на этом остановимся подробнее вскоре. Руководившего карательными экспедициями на ее родине, в период вот как раз первой русской революции. Войный суд приговорил ее к смертной казни, которая была заменена бессрочным заключением, которое она отбывала на Нерчинской каторге. В феврале 1917 года она была освобождена от наказания, стала одним из организаторов левого крыла СССР. После образования партии левых СССР в ноябре 1917 года вошла в ЦК и стала ее фактическим лидером. Я вам больше скажу, она стала наряду с Лениным фактическим лидером Советского Союза. Она вошла как лидер одной из двух правящих партий, большевики и левые СССР, в состав первого советского правительства 1918 года. Поговорим об этом. Поговорим о Марии Спиридоновой, о ее безумной совершенно судьбе и вообще об этой женщине. Женщине удивительной, многогранной, противоречивой. Поговорим о ней. Итак, вот она революционерка, вот она девочка, барышня из хорошей семьи дворянской, образованная, чистая, исключительно искренне об этом писали все. Мария Спиридонова, вообще, Мария Спиридонова, сразу скажу, почему вообще из-за Чосербург, самая знаменитая русская революционерка XX века. Вот более знаменитой не было женщины-революционерки, чем Мария Спиридонова. Все те, кто были там членами советского правительства, они, так или иначе, были в ее тени. Вот если речь шла о женщине-символе русской революции, Мария Спиридонова. Был такой фильм, 6 июля советский, где-то на рубеже 60-70-х годов, или в начале 70-х он вышел. Прошел по экранам тихонько и ушел, хотя фильм был отличный. Он ушел, потому что не был одобрен сверху, там Ленин был такой странноватый, пистолет из ящика стола доставал, такой какой-то нетрадиционный. И вот там была речь как раз о лево-эсеровском восстании, о котором мы сегодня поговорим, против большевиков. И Мария Спиридонова играла замечательная Алла Демидова, потрясающе играла. Легендарная женщина. Если мы о ней знаем мало или мало кто о ней знает, это, что называется, не ее проблемы, это наши проблемы. Так вот, эта девушка, ну как девушка, молодая дама, 29 лет уже, не девочка, особенно по тем временам, она в 1906 году на вокзале в Борисоглебске выстрелом из револьвера убивает тамбовского губернского советника Черносотенца и изувера Гаврила Лужиновского. Что же мужик? Значит, вообще адвокат, член Союза Русского Народа, так называемый, это Черносотенский Союз. Черносотенцы — это погромное русское националистическое движение, которое характеризовалось не только тем, что они евреев громили, они вообще громили всех. Это такие ярые монархисты, радикальные. И вот в данном случае Лужиновский, он как раз прославился погромами не еврейскими, а хотя относился к этому тоже одобрительно, он прославился погромами крестьянскими. Он давил восстание в русских деревнях, давил страшно, убивая мучая людей, крестьян, мужчин, женщин. И было решение эсеровской партии о том, что он должен быть казнен. И вот Мария Спиридонова, выстрелом из револьвера, его смертельно ранила. Значит, прямо-прямо на самом вокзале, рядом с поездом, на станции. Вообще вот эти вот тогда барышни, я об этом не раз рассказывал, в связи с Фаней Каплан, которая встретила потом на каторге Марию Спиридонова, училась у нее, смотрела на нее, открыв рот. Мария Спиридонова была для нее просто кумиром, Фаней Каплан, которая потом стреляла в Ленина. А до этого в 1878 году Вера Засулич стреляла в питерского губернатора Трепова, тоже из револьверчика. Вот эти вот дамские выстрелы из револьверов, они тогда воспринимались обществом с большой симпатией и сочувствием. Это был террор, конечно, но когда стреляют из пистолета, из револьвера, это террор, разумеется. Но поскольку это делали женщины, женщины юные, слабые, не связанные, как правило, без всякой защиты, никто их не закрывал, не прикрывал, они не стремились убежать, они сразу брали всю вину на себя. Они говорили, я стрелял в этого человека, потому что он то-то, то-то и то-то. Потому что вот он такой вот плохой, злой человек, который нарушал права человека, который избивал, который убивал и так далее. И это встречало сочувствие, это встречало сочувствие в том числе и в рядах присяжных заседателей. Присяжные заседатели же очень часто ориентируются в суде на общественные симпатии, они же люди из общества, они часть общества. Вот, и Веру Засулич, которая стреляла в Трепова, оправдали. Вообще вот эти вот выстрелы из револьверчика, они даже, когда они доводили до убийства, а убить же можно и из рогатки, если хорошо прицелиться и удачно попадешь, они, тем не менее, воспринимались не как покушение на убийство, они воспринимались, знаете как, я бы сказал, как такая женская пощечина, вот как такое оскорбление сволочи мерзавцу мужику со стороны женщины молодой. Вот она вот подошла и могла бы дать ему по морде, а она вот выстрелила его из револьверчика. И это воспринималось так романтически, и, как правило, общественные симпатии были на их стороне. Так вот, этот, говорил Лужиновский, действительно, очень много постарался для того, чтобы его ненавидели, ненавидели не только либеральная среда российская, но, я повторяю, он крестьян мучил, очень много кто его ненавидел, и она его смертельно ранила. Она не пыталась скрыться, она сразу же крикнула, что это она стреляла, вот она, Мария Спиридонова. Она хотела публично застрелиться, но не успела, и по команде подручного этого Лужиновского, у него была казачья команда, такой Исаул Петр Аврамов, казаки начали ее избивать ногайками и ногами. И избивали они ее долго и успешно, я бы сказал. Абсолютно была такая жестокая, безобразная сцена, прямо на глазах у вокзальной публики. Публике тоже досталось. Значит, медицинское освидетельствование Марии Спиридоновой показало, отек лица, кровоподтеки с красными и синими полосами, рот не открывается, кожа на лбу содрана, левый глаз не открывается, кровоизлияние в сетчатку, кисти рук вспухшие, ступни ног тоже они топтали сапогами, у нее такая, она хрупкая была женщина, топтали сапогами ее ноги и руки, местами содрана кожа, на теле следы от ногаек с очерченными контурами, на ногах кровоизлияние и содранная кожа, легкие отбиты, горлом идет кровь, двигаться не может, это периодическая потеря сознания, бред галлюцинации. Кроме того, в поезде по пути из Борисогревска в Тамбов, тот же Исаул Аврамов вместе с своим тоже подчиненным пытались изнасиловать Спиридонову, история умалчивает, пытались или изнасиловали, это в данном случае не суть важна, а важно вот то, что с ней делали, так или иначе. И вот это все, что с ней происходило, широко обсуждалось и освещалось в прессе, в губернской, в столичной. В Тамбове вел свое журналистское расследование корреспондент петербургской газеты «Русь» Владимиров, он скоро выпустит опубликованные статьи отдельной книгой. Еще до суда газета «Русь» публикует письмо Спиридонова из Тамбовской тюрьмы. «Да, я хотел и убить Лужиновского», пишет Спиридонова. «Умру спокойно и с хорошим чувством в душе». В другой газете, в газете «Молва» появляется письмо матери Марии Спиридоновой под заголовком «Обращение к русским матерям». Тем не менее, в отличие от суда над Верой Засулич, тогда все-таки по мотивам революции власть была напугана, и никакого суда присяжных не было, а был Временный военный суд. И Временный военный суд города Тамбова выносит смертный приговор подвергнуть смертной казни через повешение. Но через две недели, вот все-таки царская власть бить-то били, насиловать-то насиловали. Конечно, это на уровне корней травы, в низших эшелонах. Казачки измывались. А на уровне власти жестких приговоров боялись. И вот через две недели Временный военный суд Тамбова ходатайствует о смягчении приговора. Военный суд, вообще можете себе представить, военный суд, который ходатайствует о смягчении приговора. Тем не менее, в связи с неизлечимой болезнью, туберкулезом, заменить смертную казнь бессрочной каторгой. И министр внутренних дел Дурново, который не отличался либерализмом, говорит, по делу Спиридоновой, думаю, правильно уважить ходатайство военного суда. Спиридонова разочарована, потому что она героическая женщина, она жертвенная, она идет на смерть, она уже свыклась с этим. Ее уже тянет на эшафот, она уже хочет прилюдно погибнуть на глазах у всех, на миру смерть красна. Ее разочаровывает от отмены смертного приказа. Она говорит, моя смерть представлялась мне настолько общественно ценную, я ее так ждала, что отмена приговора на меня очень плохо подействовала, мне нехорошо. Потом прощальное письмо перед отправкой из Тамбова, я из породы тех, кто смеется на кресте, она говорит. И, кстати, тогда же она настолько популярна, она тогда вообще просто кумир не только революционной, не только либеральной публики, вообще кумир интеллигенции, кумир всех людей, которые там о чем-то думают, кумир всех людей, которые критически относятся к ситуации в стране, а очень многие относятся к критическим. Ей посвящает стихотворение Максимилиан Волошин, уже тогда известный поэт. Он ее называет «чайкой», он пишет «на чистом теле след на гайке, и кровь на мраморном челе, и крылья вольной белой чайки едва влачатся по земле». Вот, ну, романтические стихи, все красивое, тем не менее, в соответствии с тем, как воспринимала ее публика тогда, «чайка». И вот это вот слово «чайка», оно к ней тогда как бы прилипло, ее называли «чайкой». Ну, Антон Павлович Чехов, который к тому времени уже не было его в живых, он в 1904 году скончался, и написал пьесу «Чайка», одну из последних своих работ драматических, с которой начался Московский художественный театр. Он не был бы, наверное, доволен, что террористки присвоили имя «Чайка», но тем не менее, он не другое имел в виду, когда написал свою пьесу, но тем не менее, вот это все было красиво, 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 красиво. И Саула Аврамов, который ее избивал и насиловал, был вскоре убит из револьвера сам. Убила его тоже хорошенькая барышня с длинной косой. Потому что не трогать, не трогать. Она имеет право стрелять, ты не имеешь права ее трогать. В принципе, все эти люди, ну, его заслужено, он тоже садист, вот. Но, в принципе, вот общественная мысль, общественное настроение было на стороне террористов. Мы этих террористов можем считать там красивыми, можем считать их романтичными, можем считать их героическими. Но они были террористы, и общественное мнение было на их стороне. Она написала прощальное письмо перед отправкой из Тамбова, когда ее от смертного приговора освободили, отправили на каторгу. «Я из породы тех, кто смеется на кресте». Ей писали письма влюбленные, ей писали письма восторженные, самые знаменитые российские террористы из тюрьмы Гершуни и Сазонов. Григорий Гершуни, создатель суперрезультативной боевой организации эсеровской, которая высшее чиновничество истребляла, и членов царской фамилии. А Егор Сазонов — это исполнитель убийства министра внутренних дел Плеве в 1904 году. То есть это два самых знаменитых террориста, легендарных. И вот они пишут Марии Спиридоновой из Шлиссельбургской крепости в Тамбовскую тюрьму. «Вас уже сравнивали с истерзанной Россией, и вы, товарищ, несомненно, ее символ». Россия, истерзанная Россия, чайка, вот так вот. Вот именно в качестве символа России террорист Спиридонова оказалась сначала в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы, хотя он отправился на каторгу. Это вообще, дорогие друзья, каторга тогдашняя, политическая, это отдельная история. Это просто взять гусли и петь. Сейчас в это совершенно невозможно поверить, как это выглядело. Просто невозможно. Значит, вот пишет воспоминания ее подруга на всю жизнь Александра Измайловича. Александра Измайловича сама не подарок, что называется, очень серьезная барышня. Она тоже террористка, она дочь генерала русского, которая при этом покушалась на минского губернатора во время еврейского погрома. Минский губернатор, так сказать, благословил еврейский погром, и она пыталась его убить. Дочь генерала Александра Измайловича. И она пройдет тюрьму и при царе, и при Ленине, и лагерь при Сталине, и будет у нее возможность почувствовать разницу. Она была многолетней соратницей Марии Спиридоновой. Так вот, она пишет воспоминания. Она как раз вместе со Спиридоновой путешествовала из тюрьмы в тюрьму. Этапы это уже тогда называлось, но этапы были другие. Вот, говорят, что у нас было пять террористов в возрасте от 19 до 26 лет. И ни одна из них не имела такой прессы, как Спиридонова. На станциях по пути следования, это везутся осужденных, это этап, дорогие друзья. На станциях по пути следования поезда собираются огромные митинги. Люди скандируют, Спиридонова, Спиридонова, да здравствует Спиридонова. Привет Спиридоновой. Спиридонова выходит, выступает на митинге. Только однажды, говорит, Измайлович вспоминает, в Сызране какая-то купчиха крикнула, как же героине в историю попадете. То есть не гнилым помидором и не палкой, а так, словами. И в Сибири на маленькой станции какой-то пожилой рабочий сказал, что ты делаешь безумное. Вот пожилой рабочий-то был, между прочим, не дурак. Так, ехали в Акатуй после поезда на Тарантасах. Акатуй с 1826 года, то есть с декабристов. Он в системе нерчинских тюрем для политических заключенных. И вот Измайлович вспоминает, в пути около полудня располагались в каком-нибудь хорошем местечке, около речушки, и часа три валялись на траве, купались, пили чай. Я первые дни много шла босиком, а вскоре пришлось сдаться. Ноги, обожженные горячим песком и исколотые, давали себя знать. Пришлось сесть в экипаж. Вот так вот пришлось сесть в экипаж. Переехали в Акатуй. Вот мы у ворот тюрьмы. Извините, что я так много читаю, но это просто очень интересно, на мой взгляд. Просто почувствуйте разницу, что называется. Вот мы у ворот тюрьмы. Здесь нас подхватила шумная волна, оглушила громом революционных песен, осыпала цветами. Мы оказались в каком-то дворике среди улыбающихся мужчин, женщин и детей. Дети тоже пели и бросали над цветами. Кругом флаги, гирлянды цветов, надписи «Да здравствует социализм», «Да здравствует партия социалистов-революционеров». Мы стояли под звуки марсельеза и под дождем цветов растерянные. Какие-то дамы, жены катаржан, повели нас в баню, потом кормили обедом, фотографировали. Потом во дворике среди зелени пили чай. По приезде нашим заходил к нам начальник тюрьмы, расшаркивался, пожимал руки и все спрашивал, удобно ли будет нам в наших коморках. Дурдом. Вот дурдом. Это политические заключенные. Это женщина, которая убила советника губернатора. Ее приговорили к смерти, помиловали. И вот так вот выглядит каторга. Это просто, вы воспринимаете, как какой-то вранье, рекламный ролик по заказу начальника этой Акатуйской тюрьмы. Но это правда. Это подлинные воспоминания террориста Александра Измайловича, которая потом в большевистских лагерях уже не фотографировалась девичьей альбомы. После Акатуя была мальцевская женская тюрьма. Политические заключенные там не работали, убирали камеры. Главной специалисткой по мытью полов была Ирина Каховская. Потомок декабриста Каховского, который застрелил генерала Милорадовича, героя войны 1812 года, во время декабринского восстания. У уголовниц была жизнь потуже, похуже. А политические были в предпочтительном положении. Книжки читали. Книжки регулярно получали по почте, по философии, политэкономии, билетаристику на разных языках. К шпионажу это не приравнивалось, не возбранялось, ничего. Камеры не запирались. В камерах были цветы. Бессрочницы, то есть имевшие пожизненный срок, ходили в своих платьях, обычно ярких. А вот когда начальство приезжало с инспекцией, тогда на них надевали кандалы, запирали в камеры. А начальство уезжало, снова их освобождали. Спиридонова сама написала потом, что нас выпускали гулять под честное слово далеко в лес, человек по 60 за раз, на весь день. Ко времени нашего приезда тюрьмы скорее походили на клубы. Вот это царская каторга, дорогие друзья. Потом все пошло совсем по-другому. Совсем по-другому. Потом, в 17-м году, временное правительство, 11 лет она, тем не менее, на каторге отбыла. Конечно, там были не только цветы, прямо скажем. Это приятные воспоминания, по сравнению со сталинскими лагерями. Конечно, действительно цветочки. Но там были не только цветы, все-таки каторга есть каторга. Это была несвободная жизнь. 11 лет она там отбарабанила. И потом ее отпустил личным своим распоряжением Александр Керенский, руководитель временного, глава временного правительства. Личным распоряжением. Он ее отпустил. И она вместе с большевиками, во главе партии левых ССР, ССР тогда разделились на правых и левых, Она возглавила страну. Вот две самых революционных партии. Большевики, только захватившие власть, и левые ССР, Они получают меньшинство на Всероссийском учредительном собрании. Большинство получили правые ССР. И вот тогда-то левые ССР блокируются с большевиками И разгоняют Всероссийское учредительное собрание. Как мы помним с вами, караул устал, да? Сказал Матрос Железняк. Вот Мария Спиридонов выдвигала свою кандидатуру на пост председателя собрания, Не набрала голосов. Ира одобрила разгон учредительного собрания. То есть, эта девушка, ну, к тому времени уже далеко не девушка совсем, Совсем взрослая дама, После 11 лет каторги высказывается за диктатуру. Вот левые ССР, Единственная и последняя политическая партия, Которую терпят большевики только до середины 18-го года. 6 июля 18-го года, я вам говорил, что фильм так назывался, 6 июля, В котором Спиридонова играла, Аладимидова. Так вот, 6 июля 18-го года они организуют восстание против большевиков. В чем причина разрыва? Во-первых, Брестский мир. Потому что Ленин и Троцкий, Троцкий с одобрения Ленина, Подписали Брестский мир с немцами, Который отдал немцам огромную часть территории бывшей Российской империи. Для того, чтобы сохранить власть. И сам Ленин называл этот мир подлым, похабным и так далее. Тем не менее, он на него пошел. Левые ССР были против. Сама Спиридонова не была против. Она соглашалась с логикой Ленина, Что, в общем, деваться некуда. Но, тем не менее, ее партия была против, А она не могла отойти от линии партии, Которую она возглавляла. Но главная причина была не эта. ССР были, в том числе и левые ССР, Крестьянской партией. Большевики, в общем, накололи крестьян. Они кинули крестьян. Потому что они взяли эсеровский лозунг Всю землю крестьянам, А землю крестьянам не отдали. Автором этого эсеровского закона о земле, Которую взяли на вооружение большевики, Был Илья Майоров, муж Спиридоновой. Вот большевики взяли землю у крестьян И не отдали им ее. И вот Спиридонова этого цинизма не простила. И левые эсеры восстали против большевиков. Вот она этим отсутствием цинизма Отличалась от Ленина. Ленин о ней говорил, что В ее искренности я не сомневаюсь. Восстание было подавлено. Поговорим об этом после короткого перерыва, дорогие друзья. Речь идет о Марии Спиридоновой. История в лицах. История в лицах. У микрофона Николая звонит. Заговорим у Марии Спиридоновой. Напоминаю, номер для ваших смс. Плюс 7903-797-6333. Вот мне уже сказали, Матроса Железняков. Марат из Москвы меня поправил. А я его назвал Матросом Железняком. Конечно, Марат прав. Он был Матроса Железняков. Железняк это погонял, что называется. Производные от его фамилии так его называли. Анархист Матроса Железняков, который руководил охраной учредительного собрания, разогнал его по приказу Ленина. Так вот, возвращаемся к теме Марии Спиридоновой. Восстание 6 июля 1918 года. Она сказала, необходим целый ряд террористических актов. Они подтолкнут народ к открытой борьбе против большевиков, которые, как слепые, гонят всю Россию в одну яму. Откуда мы не выберемся? Наша задача начать восстание. Начали лихо. СССР, чекисты, Блюнкин и Андреев. Блюнкин, кстати, долго еще служил в ЧК. Потом был расстрелян, в конце концов, вовсе не за это. А уже когда всех расстреливали. Убили германского посла Мирбаха в Леонтьевском переулке. Этот дом до сих пор существует. Прямо у него в резиденции. Идея теракта, срыв Брестского мира. То есть мы убили германского посла, германцы обидятся, разорвут Брестский договор. Значит, срыв Брестского мира, подписанного предателями большевиками. Дальше не совсем было понятно, что они рассчитывали. Была неопределенная надежда на поддержку рабочих и крестьян. Думали, что могут опереться. Там был такой отряд Попова из 600 солдат и матросов, который сидел в Трехсвятительском переулке. Ну, довольно немалая сила по тем временам, но недостаточная, конечно, для того, чтобы взять власть. Спиридонова на возникшем митинге говорит о предательстве большевиков в пользу Германии, о том, что в деревне отнимают муку и отправляется на проходивший тогда съезд Советов, чтобы объяснить всем трудящимся, в том числе и большевикам, смысл совершенного теракта и смысл восстания. Там ее и забирают, кстати. Там ее задержали на этом съезде Советов и не отпускали больше. Дальше уже левая сера бунтовали без нее, и этот бунт был подавлен, на самом деле. Там один из отрядов, Чех 40, занял телеграф, направили телеграмму, в которой предписывалось не передавать никакой информации за подписью Ленина и Троцкого, объявили себя правящей ныне партией, но, собственно, на этом все завершилось. Штаб был подавлен, бастание было подавлено, и Марию Спиридонову, на самом деле, большевики стали единственной правящей партией, левые серы оказались партией не то что оппозиционной, а запрещенной, разогнанной, а Марию Спиридонову оказалась в заключении. И она, на самом деле, вот мотивы этого мятежа изложила в письме Центральному комитету партии большевиков. Вот эти мотивы в сухом изложении из трех пунктов, они выглядят очень занимательно. Послушайте. Значит, три пункта, которыми Марию Спиридонову объясняет левый эсеровский бунт 6 июля 1918 года. Первое. Ваша политика оказалась сплошным надувательством трудящихся. Второе. Ваше многочисленное чиновничество сожрет больше, чем кучка буржуазии, что полностью оправдалось. И третье. Советская власть стала не советской, а только большевистской, что также полностью оправдалось, потому что она уже тогда увидела, будучи совсем не глупым человеком, что советы — это на самом деле просто прикрытие для власти большевиков. Никакой советской власти на протяжении всех лет существования советской власти не было. Это была власть коммунистическая, власть ЦК, партии коммунистов во главе с генеральным секретарем, потом, тогда первым секретарем. А советы были прикрытием, и у них никогда не было реальной власти. Уже тогда, в 1918 году, Мария Спиридонова это почувствовала. Это все правда. Спиридонову судят, выносят приговор. Через два дня президиум в ЦИК ее амнистирует в связи с ее невероятными заслугами перед революцией, о которых мы вам рассказывали. Убийство Лужиновского, 11-летняя каторга. Она немедленно снова начинает выступать на митингах, ее снова сажают, все. То есть фактически вот это время после лево-эсеровского мятежа, особенно после второго ее осуждения, о котором, я сказал, которое было в феврале 1919 года, она уже на свободу реально не выходила. Но она не только сидела на большевистской каторге, так сказать, в ГУЛАГе, которого еще тогда не было, а потом она его застала и посидела в нем до самого своего расстрела в 1941 году. Она сначала сидела в Кремле. Вот непосредственно в Кремле. Ее поместили в коморку при помещении кремлевского караула. Пол каменная и мокрая, у нее туберкулез. Значит, у нее горлом идет кровь, соответственно. Красноармейцы на нее глазеют все время, через все щелки подглядывают, за ней она знаменитая, только что страной управляла. Валиваются в коморку, стоят, смотрят. Часовой валит в уборную. Уборная вся в щелях и со стеклянной дверью. На нее тоже все смотрят. Вообще, я вам должен сказать, дорогие друзья, что качество уборных, вот, казалось бы, тема такая ниже пояса, да? Фу, какая мерзость. Туалетная бумага, как тема, да? Вот мы говорим, а что это вот там, в Венесуэле нет туалетной бумаги? Фу, какая мелочь. Какая разница? Что такое туалетная бумага перед революцией и перед народными интересами? Туалетная бумага, она не последнюю роль играет в самочувствии граждан. Вообще, все, что связано с туалетом, очень часто используется, использовалось властью для... как способ унижения. Вот, когда человек чувствует себя униженным, именно отправляя свои естественные потребности, он чувствует себя униженным вообще. Это старый, такой недобрый способ унижать человеческое достоинство. Унижать его именно в этой, так сказать, беспомощной для него ситуации. Особенно, конечно, это касается женщин. Она пишет Спиридонова на каторги так с нами не поступали. При этом высшая советская власть совсем близко от нее в Кремле. А потом произошла вообще, произошла штука необычная, которая, в общем, послужила прецедентом для дальнейшей власти нашей. Ее посудили в сумасшедший дом, посадили. Вот в 26-м году, она уже посидела к тому времени, на второй сессии в ЦИК 12-го САЗЭО был принят уголовный кодекс РСФСР, в котором медицина впервые рассматривалась в качестве одной из мер социальной защиты. А именно психиатрическая медицина. Вот отныне к лицам, совершившим действия против советского строя, в соответствии с новым УК, могли быть применены меры не только судебно-исправительного, но и медицинского, и такого медико-педагогического характера. То есть, если расстрел или лагерь должны быть в данном случае употреблены как меры наказания, но у человека есть хроническая душевная болезнь или временное душевное расстройство, то он направляется в психиатрическую клинику, в психушку, на самом деле. Казалось бы, это гуманно и соответствует мировым стандартам, но дело в том, что фактически это привело вот к чему. И это потом использовалось и на поздних этапах существования советской власти. Андропов это использовал. Фактически утверждалось, что всякий человек, выступающий против советской власти, психически ненормален. Ну какой нормальный человек может выступать против советской власти? Ну такое вообще бывает? Нет. Если ты выступаешь против советской власти, ты псих. Вы знаете, где это? Вы будете смеяться, но где это, как бы так сказать, не то что высмеивается, но, в общем, подается в ироническом ключе, Хотя и в таком добром комедийном Это Любимый наш фильм «Кавказская пленница» Где, как вы помните Шурика сажают в сумасшедший дом И он оттуда сбегает Потому что другого варианта Оттуда выйти легально он не понимает Он говорит, а можно прокурор? А где у нас прокурор? В шестой камере, где раньше Наполеон был Никак не выйти из сумасшедшего дома Только сбежать, выхода нет А там было сурово Вот институт сербского в Москве Он использовался уже В качестве такого заведения И дом номер 23 По Кропоткинскому переулку Институт судебно-медицинской экспертизы В соответствии институт сербского Но сам-то сербский К советской политической психиатрии отношения не имел Он умер до октября 1917 года Знаменитый врач Владимир Петрович сербский А институт его имени использовался Именно таким образом Вот она стала пациенткой этого дома номер 23 Она посидела в психушке Посидела как миленькая на самом деле Клара Цеткин Писала еще Ленину Когда уже ясно было, что И она сама писала Мария Спиридонова Что, вы знаете, я жду какого-то Какой-то гадости от большевиков Объявят, как Чаадаева сумасшедшим Посадят в психиатрическую клинику Она этого ожидала Клара Цеткин писала Ленину Знаменитая немецкая коммунистка Разные иностранные делегаты Просили меня замолвить слово За Марию Спиридонову Я надеюсь, что ваше решение по Спиридоновой Будет таким же милосердным Как и политически разумным Ленин действительно ее Совсем в угол не зажимал Во-первых Он все-таки Надо ему отдать справедливость Он был очень жестоким человеком И то, что он писал про священников Про крестьян Про буржуазию Про интеллигенцию Ужас просто Ну, расстрелять Чем больше расстреляем, тем лучше Идеализировать Владимира Ильича Не имеет смысла Это просто неправильно Сталин был его прямым В этом смысле преемником Но он не трогал своих соратников У него было какое-то представление О личных отношениях Которого не было у Сталина Сталин соратников уничтожал В первую очередь Ленин нет Он своих Как бы вот Своих С которыми у него были личные отношения Не трогал А со Спиридоновой У него все-таки были личные отношения Он испытывал к ней некое личное уважение Потом Она была влиятельна Несмотря на то, что больна туберкулезом Не пришла в себя после ТИФа Но На фоне Шаткости советской власти На фоне Кронштадтского мятежа 21-го года На фоне крестьянского восстания В ее родной Тамбовской губернии Не хотел Ленин с ней Совсем уж связываться Делать из нее Такую легендарную Всероссийского масштаба мученицу И чтобы убить ее Вот нужно было Принять решение Очень жесткое И Ленин Не был готов А вот спрятать В психиатрическую больницу Это пришло в голову Дзержинскому И он писал Начальнику секретного отдела ВЧК Надо снестись Собухом и Семашко То есть Московским комитетом здравоохранения И нарком здравом Для помещения Спиридоновой В психиатрический дом Тем условием Чтобы ее оттуда не украли Или не сбежало Ее туда поместили Она там объявляла Сухую голодовку Говорили об искусственном питании Искусственное питание Для нее означало бы смерть Потому что Мария Спиридонова Была Женщина Героического Жертвенного склада И Суть ее состояния Она действительно была Психически Может быть не вполне стабильна Но суть ее состояния Была В ужасе Перед любым насилием Может быть Она это впитала Когда ее насиловали На станции В Борисоглебской Казаки В кровь ей это вошло Может быть еще раньше Вида И любого проявления насилия Вот в кошмарах В бреду Она кричала Жандармы Казаки Чекисты Жандармы Казаки Чекисты Вот такое проявление Сумасшествия Самая знаменитая Русская террористка Самая знаменитая Русская Революционерка 20 века Как я вам уже говорил На самом деле Знаете Я вам хочу задать вопрос В связи с тем Что Она конечно Редкий человек Несомненно Редкая Редкой жертвенности Женщина Это не подлежит Никакому сомнению Но в то же время Она Пошла До союза с большевиками Она одобрила Разгон Учредительного собрания Она потом Одобрила Сталинскую Индустриализацию И коллективизацию Говорила Что она совершенно Политически разоружилась А ее напугать Было нельзя Она была человеком Которого Она же говорила Что я из тех Которые Поют на кресте Ее невозможно Было напугать Значит если Она говорила Что она разоружилась Значит она разоружилась Значит она считала Сталинскую власть Настоящей советской властью Потому что она Пользуется Всенародной поддержкой Она и правда Пользовалась Всенародной поддержкой Кто спорит И она ее одобряла Она сидела И одобряла советскую власть. Сидела в ГУЛАГе, уже которая десятилетия, забыла сама которая, и одобряла советскую власть. Вы знаете, у меня к вам вопрос в этой связи вот какой. Подразумевая, абсолютно, вводя за скобки, конечно, Мария Спиридонова героиня. Но у меня вопрос такой. Героиня она или дура? Вот я так жестко сформулирую. Мария Спиридонова героиня или дура? При этом я бы сказал так. Вопрос не совсем корректно сформулирован, я сейчас объясню, потому что героиня она в любом случае. Поэтому на самом деле он должен был звучать так, этот вопрос. Мария Спиридонова героиня или она героиня, но еще и дура? Ну, для краткости сформулируем так. Героиня или дура? Героиня однозначно, а дура, вот по вашему мнению, да или нет? Потому что то, что она делала в течение всей своей жизни, при всей ее проницательности, при всей ее образованности, при всей ее смелости, вот наводит меня на возможность задать вам такой вопрос, так или иначе. Значит, я вам ее задал. Если она героиня просто, то 8800, 700 ровно 93, 51. Если Мария Спиридонова еще и дура, то 8800, 700 ровно 93, 52. Я включаю голосование. Итак, Мария Спиридонова героиня или дура? Если героиня 8800, 700 ровно 93, 51. Если еще и дура, то 8800, 700 ровно 93, 52. О последних, о кончине, скажем так, Марии Спиридоновой мы с вами поговорим после коротенького перерыва. Оставайтесь с нами. Она человек, заслуживающий того, чтобы о ней поговорили. История в лицах История в лицах у микрофона Николая Сванидзе. У нас еще, как обычно, осталось упоительные последние 5 минут для нашего с вами финального общения. Общаемся мы с вами сегодня на тему Марии Александровны Спиридоновой. Очень яркой, очень примечательной, трагической судьбы русской революционерки начала 20 века. Которая сидела, как известный персонаж Ильфа и Петрова про Александр II Освободитель, про Александр III Миротворца и так далее, и так далее, и так далее. При всех сидела. Она просидела в общей сложности 50 из 57 лет своей жизни она просидела более 30 при двух режимах. То есть, в общем, как в зрелость вошла в свою, так и села. И, в общем, с коротким перерывом на 17-й год, когда она возглавила страну вместе с Лениным, все остальное время она сидела сначала при царе-батюшке, а потом при славном советском режиме. Я задал вам вопрос перед перерывом. Мария Спиридонова героиня или дура? Я объяснил этот вопрос, его формулировку, сказав, что я имею в виду, что героиня она, да, сомнений нет, но, может, она еще и дура к тому же. То есть, героиня просто или героиня и дура? Значит, если героиня, то 8-800-700 ровно 93-51, если она еще и дура, Мария Спиридонова, то 8-800-700 ровно 93-52. И мне тут вот уже пишут, какая грубая трактовка для голосования из города Челябинска, без подписи, к сожалению. Я согласен, да, грубая трактовка, грубая формулировка для голосования мной была предложена, я извинился за это, я ее специально так огрубил, заострил, ужесточил, вот, но так, по-моему, оно более доходчиво. Спиридонова героическая дура, пишет мне Олег, согласен. Идеалистка, пишет Константин из Нижнего Новгорода. Героическая дура, вот это наиболее частая формулировка, я, собственно, вам и предложил такой вариант, она героиня или героическая дура, по сути-то. Заложница обстоятельств того времени, тогда были многие и дурые героини, как и дураки с героями. Вы знаете, многие это многие, но насчет того, что она заложница обстоятельств того времени, я не согласен, она активистка. Заложники того времени это миллионы русских крестьян, которые были кинуты, которым обещали землю, привлекли их кнутом и пряником для участия в гражданской войне на стороне большевиков, а потом обманули, накололи, я с трудом избегаю соблазна использовать более грубое, непечатное слово, вот что с ними сделали, лишив их той земли, которую им обещали. Вот они заложники, они вообще ни сном, ни духом, они в политику не играли, они Маркса не читали с Гегелем, они сидели, пахали землю, вот они заложники. А Мария Спиридонова, при огромном уважении к ее личному мужеству, к ее жертвенности, к ее несомненному героизму, она не заложница, она не объект обстоятельств, она субъект обстоятельств, она активно участвовала в делании истории, и вот так вот она сделала историю себе на голову, вот что мне и позволяет предположить, что она не просто героиня, но еще и дура, на самом деле, с позволения сказать. При всем повторяю, еще раз почтение к ее качествам личным, и, конечно, несомненно, очень незаурядная женщина, но тем не менее, так или иначе, вот так вот, вот так вот, значит, она, возвращаясь к ее судьбе, она болталась в тюрьмах, лагерях и ссылках долгие годы, и потом, наконец, 11, 8 сентября 1941 года была приговорена коллегией Верховного Суда к расстрелу, а 11 сентября 1941 года, то есть, это все было сразу после начала Великой Отечественной войны, в Орловском централе ее вместе с мужем майоровым и товарищем по партии, вместе с женой Каменева, она же сестра Троцкого, там было еще несколько ярких революционных персонажей, мужчин и женщин, ее расстреляли, вот это был ее конец, ей было тогда 57 лет, такова судьба этой яркой женщины, и подводим итог голосованию, 11% считают ее героиней, 29% считают, что она дура, или, наверное, поскольку этот вариант был подсказан и мною, и многими из вас, дорогие друзья, героическая дура, Мария Спиридонова, это был Николай Сванин, за всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова